Большое строительство грядет в городском поселении Монина. Еще три года назад компания «Аверус» заключила договор с местной администрацией на аренду земельного участка порядка 70 гектаров между Горьковским и Монинским шоссе. Проектные работы завершены. До 1 июля застройщик планирует получить разрешение на строительство. И начнется возведение жилищного комплекса из 10 семиэтажных домов, а также социальных объектов. Администрация района оценивает проект положительно, но попросили представить ряд документов, в том числе об отсутствии задолженностей. Это и детские сады, и поликлиники, и школы. То есть этот комплекс, этот проект будет полностью себя обеспечивать всей социальной инфраструктурой по всем нормам. Также и торговый центр у них планируется к строительству. Мы считаем, что рядом со станцией Монина это очень хороший инвестиционный проект будет. Детский сад на 140 мест в микрорайоне Гагаринский построила компания «Векострой». Месяц назад объект введен в эксплуатацию, но пока не работает. Нам этот детский сад очень необходим, как можно быстрее открыть и получить лицензию на функционирование дошкольного образовательного учреждения. Сейчас ведется передача земельного участка и самого детсада в муниципальную собственность. На стройчасти обсудили вопросы передачи наружных инженерных сетей, водоснабжения и электроснабжения. Задержка открытия связана с тем, что для объекта образования строительная готовность – это лишь часть работы. Подготовка к лицензированию требует больших вложений и устранения замечаний надзорных органов. Никита Никулин запланировал в ближайшее время комиссионный выезд на объект. Администрация координирует все действия застройщика. Мы параллельно уже готовимся к лицензированию этого детского сада. Мы делаем все возможное, чтобы через месяц этот детский сад был открыт. И еще один очень важный для Щелкова и его жителей – социальный объект – школа на 1100 мест в микрорайоне Солнечный. Застройщик уже вышел на площадку. В рамках стройчаса обсудили начало работ. По словам Никиты Никулина, глава района Алексей Валов держит это строительство на личном контроле. Очень серьезный, амбициозный проект. Долго мы к нему шли. Но тем не менее, компания СУ-22 выиграла аукцион, конкурс и приступила к строительству. Школа в Солнечном – объект, насколько нужный, настолько и сложный. Работы приходится вести на территории меньшей по площади, чем предполагалось изначально. Представитель застройщика попросил ускорить согласование по выносу инженерных коммуникаций. Ресурсовики представили свои замечания. При строительстве также необходимо учитывать интересы расположенного рядом с площадкой детского садика. Как известно, на стройке всегда появляются сложные, легкие вопросы. Они всегда есть. Для этого мы организуем совещание с ресурсоснабжающими организациями. Для того, чтобы быстро, оперативно эти вопросы и замечания снимать, чтобы ни на один день эта стройка не была остановлена. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Идем назад.